МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Главный школьный экзамен ЕНТ начался в Карагандинской области. Как просто можно утилизировать энергосберегающие лампы. Музыка ветра. Традиционный фестиваль воздушных змеев. Сегодня с самого утра на площади возле Каргу шумно и многолюдно. В Карагандинском государственном университете проходит ежегодное национальное тестирование. Свой главный школьный экзамен сдают более 400 выпускников. Волнение и радость сопровождали выпускников и их родители в этот день. Некоторые ученики выходили со слезами на глазах, некоторые с криками радости. Ожидаем своего друга Нурасыла. С 81-й школы пришли поддержать своего друга. Ждем где-то час, буквально час прошел уже. Хотим пожелать всем удачи, чтобы знали ЕНТ, набрали все свои баллы. Всем удачи. С 8 часов здесь ждем. Внучку жду. Первую радость нашу. Желаю, конечно, чтобы не одна она, но все дети, чтобы сдали на хорошо и на отлично. Пусть наши детки, все хотя бы, ну хотя бы не все, половина поступили в высшее учебное заведение. Ждем, конечно же, хороших результатов, чтобы дети хорошо сдали наши, чтобы все поступили в ВУЗы. И все было у них хорошо. Сколько примерно времени ждать? Ну, приехали мы рано сюда. Уже 8 мы были здесь. Дети все нервничали. Ну, были настроены отлично. Всем ожидают тоже всех хороших результатов. На площади собрались родители и выпускники. Выпускников встречали бурными аплодисментами. Для родителей и учителей открыт зал, где они могут наблюдать за экзаменом в режиме реального времени. На большой экран попеременной выводится видео с камер наблюдения, установленных в экзаменационных аудиториях. Тяжело было, сложно было. Страшно. Так вот, нормально все. Металоскатели проходили, было очень страшно, потому что все пикало. И цепочки пикали, и ремень пикал, все пикало. Ну, вроде прошел все нормально, ничего не брал такого. Очень долго сидели, ждали, когда начнется тестирование. А так, вообще, вариант был, в принципе, легкий. База изменилась примерно. Ну, как вот сказали, на 30% история, так она изменилась. Остальное, вроде так, было нормально. В текущем году формат ЕНТ не меняется. Национальные вузы пороговый уровень для участия в конкурсе на поступление составляет 70 баллов. По направлению общая медицина 55. Во все остальные вузы проходной балл на платное отделение 50. Лариса Хусейнова, Айдин Жакан, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Школьные каникулы начались. Незабываемый праздник по случаю Дня защиты детей был устроен в бегопарке Караганды. Сотрудники развлекательного центра ежегодно устраивают сюрпризы для городской детворы. Да и родители с удовольствием принимают участие в праздничной программе. В День защиты детей в развлекательном парке «Бегемот» проходил концерт с веселыми клоунами, которые весь день развлекали детишек своими красочным выступлением и мультипликационными яркими костюмами. Собравшихся ждали конкурсы, загадки, танцы, в которых смогли поучаствовать даже самые маленькие жители Караганды вместе с родителями. В бегопарке проводится эта грандиозная акция. Главным призом является скутер. И наши спонсоры предоставили нам мороженые, пирожные, ну и всякие сладости. Аттракционы, все бесплатно. Дети очень рады, развлекаются. И сейчас вечером будет шоу-программа, будет флешмоб. Родители Шахтинска очень оригинально решили поздравить не только своих детей, но и всю ребятню, собравшуюся возле бегопарка. Подготовились они на все сто. Караганда, привет! Поздравляем всех детей с праздником! Желаем счастья, самое главное – здоровья. Растите большими-большими на радость своим родителям. Организаторы не на шутку расстарались. После мультяшного радужного концерта ребятишкам раздавались бесплатные вкусности – мороженое, пирожные, йогурты. Главным призом розыгрыша был суперскутер «Мечта всех мальчишек». Одна из самых маленьких жителей города решила поздравить своих юных коллег, по садику и рассказать, как поздравили ее родные. И меня поздравили водяным пистолетом, двумя струями. Поздравляю всех детей с праздником! Задорная программа доставила много радости детишкам и надолго останется у них в памяти. Алена Слунько, Кайрат Рашитов, Бахтиар Испанов, Первый Карагандинский. Детский мир «Играйка» работает на казахстанском рынке детских товаров с 2000 года. За это время коллектив завоевал доверие практически всех производителей отечественной игрушки. На День защиты детей магазин «Играйка» поздравил карагандинских детишек и вручил море подарков. Игрушки для детей – необходимая составляющая правильного и гармоничного развития личности ребенка. И даже самые недорогие детские игрушки вызывают море радости и удовольствия. Карагандинцы знают, в магазине «Играйка» представлен широкий ассортимент детских игрушек для любого возраста. Для своих любимых гостей магазин «Играйка» организовал розыгрыш, где все дети получили множество подарков с главным призом конкурса – велосипедом. Вот так вот, только на память и до свидания, вам зайка достался. Дальше поехали. Выиграл маленький автобус. Ой, молодец. Я желаю, чтобы кто-нибудь выиграл велосипед. Детский мир «Играйка» часто проводит розыгрыши, акции, разные конкурсы. И все это для любимых детей. У нас идет розыгрыш лотереи и праздничная программа. Ну и еще сегодня мы открываем второй детский мир «Играйка» на Гульгаре-1. Напомним, детский мир «Играйка» по улице Космонавтов-26 теперь имеет филиал и на Гульгаре-1. В магазине широкий спектр товаров детского ассортимента – от игрушек для малышей до подростковых велосипедов и высококачественных развивающих игрушек. Детский мир «Играйка» всегда готов порадовать своих гостей. Жазер Абдраимова, Нурсултан Исаев, Бахтяр Роспанов, Первый Карагандинский. В День защиты детей Акимобласти Бауржан Абдишев с рабочей поездкой побывал в городе Абайе и поздравил всех маленьких абайцев с праздником. Для маленьких абайцев первый день лета этого года стал особенным. Глава региона посетил стадион «Жигер», где в торжественной обстановке состоялось открытие детского плавательного бассейна и роли дрома на хоккейном поле с универсальным покрытием. На создание роли дрома с площадью 1300 квадратных метров выделили более 16 миллионов тенге. В нем смогут заниматься около 70 детей одновременно. А сборный каркасный бассейн стоимостью 13 миллионов тенге может вместить до 35 детей. Обустроена и территория, прилегающая к бассейну. Целый день проходят мероприятия у нас в городе Абай. Это различные концертные представления. Также сейчас мы ждем в 9 часов световое неоновое шоу. Всем все нравится, всем народу очень много. Все в восторге от сегодняшнего мероприятия. Мы рады, что в нашем городе проводятся такие мероприятия. И очень много уделяется внимания досугу детей. Также для детей города прошло лазерное шоу с танцами. Дети очень ждали этот праздник и припозднились до темноты. Конечно, рядом с ними были и родители. Фееричное, громкое и красочное шоу оправдало ожидания зрителей всех возрастов. Все остались довольны праздником. Алена Сунько, Айдын Жакан, Бахтиар Испанов, 1-й Карагандинский. Управление внутренних дел города Караганды организовало день открытых дверей, приуроченный ко дню защиты детей. В праздничный день детям была организована концертная программа, дарили сладости и подарки. Также в этот день в целях пропаганды здорового образа жизни была проведена акция по уничтожению наркотических средств. Подробности в следующем материале. На данную встречу собрались сотрудники управления внутренних дел города, школьники, студенты, подростки, состоящие на учетах в органах внутренних дел и воспитанники детского дома. Все дети были окружены вниманием в свой праздник. Сотрудники правоохранительных органов показали свою работу изнутри. Рассказали, как обеспечивают безопасность. Ведь именно они, полицейские, стоят на страже порядка в городе. В ходе мероприятия ребятам бойцы СОБРа подробно рассказали о боеприпасах, оружии которыми защищаются во время нападения противника. Это оружие турецкого производства, эскорт, предназначен для массовых беспорядков, стреляет резиновыми пулями, также резиновой картечью. Вот это самое лучшее оружие из всего. Это украинский форт 500М1, предназначен для разгона толпы, безотказное оружие, никогда не подведет. Затем дети стали свидетелями уничтожения наркотических веществ. Около 25 килограммов наркотиков комиссия на глазах у многочисленных людей уничтожила. По словам специалистов, данное количество героина стоит 400 тысяч долларов. Чтобы наши дети занимались спортом, ввели здоровый образ жизни, чтобы они не прикасались к наркотке и также не занимались противозаходным действием. В День защиты детей был организован конкурс на лучший рисунок. Дети показывали все свое мастерство и за свой труд были награждены дипломами и памятными подарками. Дипломом награждается Нургали Алия. Проведение подобных акций поможет предотвратить употребление наркотиков среди молодых людей и даст понять, что любое преступление наказуемо. Беспрецедентные случаи в судопроизводстве. Бывший шахтер, недовольный пенсионной реформой, обратился в суд с исковым заявлением к правительству Республики Казахстан о возмещении материального и морального ущерба на сумму в 180 миллионов тенге. На апелляционном заседании областного суда присутствовала съемочная группа Первого Карагандинского. Абайский районный суд не признал исковое заявление. Валерий Колесников, бывший шахтер, ныне пенсионер по инвалидности, обратился в вышестоящую инстанцию, областной апелляционный суд. Валерий Колесников считает, что ему незаконно отменили льготы, гарантированные государством. Его пенсионный возраст возрос аж на 13 лет, а пенсия на сегодня всего 18 тысяч тенге. Хотя многим категориям граждан льготы сохранили, а шахтеров и металлургов обошли. Теперь вопрос, с кого спрашивать за несправедливость. Четко указано, что разработчиком и реализатором данного закона о пенсионном обеспечении в Республике Казахстан является правительство Республики Казахстан, которое при принятии данного закона нарушило мои конституционные права и права других граждан. На основании данных фактов правительство Республики Казахстан должно нести полную ответственность перед мной и другими гражданами Республики Казахстан, чьи конституционные права были нарушены. Логика проста. Разработчиком пенсионного законодательства является правительство. Так что все претензии к нему. Но суду нужна конкретика. Можно ли считать правительство юридическим лицом, несущим ответственность за законотворчество? По логике да, по закону непонятно. В мотивировочной части данного определения озвучена такая позиция суда, что я не уточнил конкретно с какого органа юридического лица суд должен высказать упущенную роль. Не могу согласиться с данным утверждением, которое противоречит Конституции Республики Казахстан статья 66. В данной статье четко указано, что разработчиком и реализатором данного закона о пенсионном обеспечении Республики Казахстан является правительство Республики Казахстан, которое при принятии данного закона нарушило мои конституционные права и права других граждан. При всей серьезности ситуации она явно не укладывается в традиционные рамки судопроизводства. Конституция дает право защищать свои интересы, но как это делать в отношении правительства? Никто комментариев не дает. По исковому заявлению Колесникова, владелец Владимировича, правительства Республики Казахстан о взыскании упущенной выплаты, неустойке марганного вреда и обязывании произвести пенсионный выплаты оставить без изменения, предчастную жалобу Колесникова без удовлетворения. Определение вступает в законную силу с одним внесением. Все-таки пресс-судебная коллегия полагает, что иск должен предъявляться к правительству по месту нахождение отмечения в соответствии с требованиями гражданского посольного кодекса. В иске Валерию Колесникову отказано уже второй раз, но он не отчаивается. Настроение боевое. Будем продолжать дальше бороться. И этот прецедент не возник бы на пустом месте, если бы я логически не рассудил, не ознакомился с нашими документами, гражданским процессуальным, гражданским кодексом, самим законом о пенсионном обеспечении и самый основной закон о Конституции Республики Казахстан. Все вот эти документы, нормативно-правовые акты, меня привели к выводу, что с нами поступили незаконно, несправедливо. Говорят, капля камень точит. Но то, что в нашем законодательстве есть белые пятна, признают и юристы. Сергей Высокозов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Торговая марка Галвин представляет Эконом серия профиль Галдек 53 серии Эконом система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система Профиль Галвин Профиль Галвин 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система Стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия Эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин морозостойкий, надежный, прочный Научно-технические достижения порой приносят не только пользу, но и проблемы Например, как научить население утилизировать энергосберегающие лампы Департамент экологии Карагандинской области накануне своего профессионального праздника Провел в городе акцию по сбору ртуть содержащих ламп Горожане смогли воочию убедиться, как просто не влияя на экологическую ситуацию в городе Можно избавиться от отслуживших свой срок люминесцентных и энергосберегающих ламп На Каскадной площади горожане издалека замечали яркие контейнеры и байнеры С призывами не выбрасывать энергосберегающие лампы вместе с бытовым мусором А закладывать их в специальные контейнеры, которые уже разработали и создали в ТО «Промотход Казахстан» Не ошибитесь, это не автоматы по выдаче сигарет и газетной продукции В контейнеры деньги бросать не надо Сюда аккуратно закладываются лампы разной конфигурации Причем они ни в коем случае не бьются Это делать строго запрещено Как известно, пары ртути, которые содержатся в энергосберегающих лампах Достаточно вредны для человеческого организма Вот уже есть несколько организаций, которые на территории области осуществляют сбор, прием, утилизацию Это «Чистый дом», «Промотход Казахстан», «Инновация» Вот эти у нас сегодняшние три компании осуществляют утилизацию данных ртутных ламп И надо отметить, что если у нас по предприятиям, юридическим лицам, по учреждениям все понятно Есть сбор, есть механизм, то сейчас большая проблема, как собрать от населения Все продумано, чтобы сбор таких ламп проходил без вредных выбросов в атмосферу Созданы даже специальные футляры для переноса люминесцентных ламп разной длины Проблема в том, чтобы КСК и сами жильцы поняли, насколько важен для них самих подобный сбор ламп А контейнеры устанавливаются с умом Рядом с местами продажи, в людных местах КСК подходят Кроме ламп мы также предлагаем собирать батарейки Они тоже являются опасными отходами, содержат соли тяжелых металлов То есть для батареек отдельный контейнер разработан Из контейнеров регулярно вынимаются батарейки, лампы и отвозятся в цех по утилизации Здесь их быстро и безопасно уничтожают, но так, что стекло попадает в одну емкость, а металлические цоколи в другую Пары ртуки при этом отсасываются и не попадают в воздух Такой своеобразный и многопрофильный пылесос Быстро, чисто, без рекламации от экологических организаций Отходы от ламп вновь пойдут в производство Пилотный проект по утилизации энергосберегающих ламп уже запущен Сергей Высокосов, Айдын Жаканбов, Ярус Панов, Первый Карагандинский В Экомузее прошла выставка карагандинских художников Выставка размышлений актуального искусства под названием «Эколюбовь» Лилия Ким и Петр Кишкис представили свои картины на тему «Любовь» Многие жители Караганды пришли посмотреть и поздравить художников Ирина Пен – организатор выставок На мероприятие приехала группа «Метафолб» Алибек Султанов читал стихи, а его напарница Ирина Шкалиберда играла на скрипке Это выставка вообще авангардного искусства Тема любви – это очень актуально Мы выбрали эту тему, потому что, вы знаете, это вечная тема любви Она всегда была актуальна и будет актуальна Вообще, это не заказная выставка Это только инициатива меня как куратора И вот еще двух очень известных, очень талантливых художников То есть, посредством этой выставки мы хотели просто продвигать искусство То есть, для того, чтобы люди, карагандинцы увидели, что помимо искусства какого-то традиционного Которое они привыкли видеть, в общем-то, в музеях изобразительного искусства Где-то еще есть какие-то альтернативные художники, альтернативные выставочные пространства Зрители этой выставки были разных возрастов Но, несмотря на это, выставка понравилась всем Такие выставки делают, объединяют людей, которым это интересно Потому что это душа Здесь каждый художник, раскрыв свою душу, это очень ценно Поэтому, я думаю, каждый человек, который посетит эту выставку Он наполнится этой энергией, энергией любви, энергией, не знаю, души человека, созидания И творческие планы, ну, продвигаться, продолжать это делать Каждый человек видит любовь по-разному Каждый художник рисует ее по-разному Любовь движет жизнью Лариса Хусейнова, Нурсултан Исаев, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский И еще об одном В целях организации досуга детей и подростков и пропаганды здорового образа жизни 1 июня в Международный день защиты детей Коммунально-государственное казенное предприятие «Шахтер» провел традиционный фестиваль «Музыка ветра» Подробности в следующем сюжете С участием детско-подростковых клубов города коммунально-государственное казенное предприятие «Шахтер» провел третий фестиваль воздушных змеев под названием «Музыка ветра» Данное мероприятие проводится совместно с отделом физической культуры и спорта города Караганды В фестивале участвовали все желающие, юные и взрослые любители запуска воздушных змеев вне зависимости от их опыта и конструкции В конкурсе оценивались дизайн, высота полета, продолжительность полета и сложность изготовления Сегодня в честь празднования Международного дня защиты детей коммунально-государственное казенное предприятие «Шахтер» Совместно с отделом физической культуры и спорта проводят фестиваль воздушных змеев Данный фестиваль проводится в целях организации досуга детей в летний период Победители были награждены дипломами и призами Также были призы по разным номинациям Все участники дополнительно получили сладкие призы и грамоты Мы приезжаем на соревнования, нам очень нравится Иногда мы занимаем первые места, иногда вылетаем Это была последняя информация на сегодня Спасибо, что были с нами Аман сау болуныстар Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА